ГОМЕЛЬ В Управлении Министерства по незвычайных ситуациях Беларуси и России провели суместное вучение на приграничной территории. Школьники Шачевского района перемогли в конкурсе дитячих СМИ. А зараз об этом меньшем больше подробно. Сегодня у Гомеля распочнутся мероприемства, присвященные 73-й годовине вызволения города днемецко-фашистских захопников. В областном центре пройдут митинги, тематичные концертные программы, выставы, уроки мира. Районные митинги за складанием данков и кветок отбудутся для помника народным ополошенцам по улице Баумана, для помника девочинам зяничицам по улице Восьмой и Нагородней и на Новобелецких братских могилках. Каля Курганов Славы на Рэшинском проспекте запланована громадянско-патриотичная акция «Беларусь. Земля славы ратной». На Аллее Героя у 13.30 пройдет урочистый митинг «Де смелость и адвага, там перемога». У 18.30 на сцене Палаца культуры джигуношников выступит академичный ансамбль песни и танца Узброенных сил Республики Беларусь. Завтра памятные мероприемства распашнутся калямогилок советских воинов у микрорайоне Костюковка. Митинг на площадь працы призначенный на 10 годин. Одной из самых запоминальных падей дня станет военно-гисторичная реконструкция, которая пройдет на Волтавском озере, побачь с ледовым палацом. Управление Министерства по назначайных ситуациях Беларуси и России провели суместное вучение на приграничной территории. И они уключали ликвидацию наступства в дорожно-транспортных оздорения с уделом трех автомобилев. Воротовальники обменялись передовым опытом и продемонстровали сучасные техничные сродки. По дробязни расскажет Максим Савин. По легенде в учене у намяжи Беларуси и России отбылось вся тяжкая ДТЗ. Есть поранены, до того же на дорозе разлита палева. Ускладняя ситуацию затор транспорту, який из-за наступства в дорожно-транспортных оздорения растягнулся на три километры. Назвычайная ситуация потребовала применение усяго сучасных арсенала, что есть зараз на службе у белорусских и российских воротовальников. Подъездные шляхи до места в дорожно-транспортных оздорения контролюются с высшением с допомогой двух квадрокоптеров. Картинка в режиме реального часа передается на великий экран. Это на мове специалистов называется авиационной разведкой. За по двух боков десятки транспортных сродков, воротовальники, специалисты химичной службы, медики и психологи. Суместные в учене такого масштаба отбылись у першиню. При любой чрезвычайной ситуации это все вывозится. Любую чрезвычайную ситуацию, будь то загорание, пожар или ДТП. Взяли на себя функцию спасания при чрезвычайных ситуациях, при ДТП. Я скажу, мы жизни людей спасаем, и это не десятки, не единицы, а сотни жизней. Каждое утро старший оперативный дежурный, главный управление МЧС России по Брянской области организует взаимодействие с оперативным дежурным МЧС по Угомельской области. Это каждый день проходит обмен оперативной обстановкой, особенности которой ситуация складывается при граничных районах. Но характерные риски для нас это, естественно, лесные пожары, торфяные пожары и дорожно-транспортные происшествия. Вратовальники поспехово отпрацевали навыки по деблокированию подзарпелых за аутотранспорту, оказанием первой медицинской и психологичной допомоги, ликвидации наступства у разлива палева. С техничного пункту Гледжане передовые технологии есть и у России, и у Беларуси. Такие суместные улучшения дозволяют обмениваться в опытом и взмацнять контакт помеж пожарно-вратовальными подразделениями для взаимодействия при границе. Елген Поболовец, Максим Савин, Михаил Рабко, Утель, Радиокомпания, Гомель. В Гомельской области с двухзненным визитом находится науковая делегация из Японии. В ее складе профессоры, докторы наук, доценты, так само аспиранты и студенты японских университетов. Гостей цикавить боротьба с наступствами радиоциального заборудживания. Тут у Японии и Беларуси эквядома шмата гульного. С розницы в 25-м году Украины сутыкнулись с наступствами аварии на атомных электростанциях. Беларусы охотно делятся на запашенным опытом. Наприклад, за пять опошенных годов Гомельский институт радиологии наведало больше за 30 делегаций из Японии. Али не только науковые на процелке тикавят гостей. Авария НЧС повлияла не только на экологию и здоровье людей, но и на другие сферы жизни. Нас интересует именно образовательная сфера. Впечатляет то, что у вас в школе дети получают радиоэкологическое образование. Вместе с учителями они думают над тем, как преодолевать последствия аварии. Программа визиту так само запланована на ведвание университета Мяфранциска Скарыны, Палесского радиоцинно-экологического заповедника и широкого населенных пунктов Хойникского района. На протягу года диагноз институт ставят больше к 5 тысячам жихаров Гомельской области. Знижать количество сердечно-сосудистых захворываний, лечить на початковых стадах и вовле попередживать их узникнение. А в этих и многих инших задачах, что стоят перед системой охоты здоровья Беларуси, ишла размова подчас международной конференции. И она отбылась в областном клиническом шпитале инвалидов Айчиной войны. С выниками ознайомилась Марина Северьянова. Звыше 200 навыковцев из Беларуси и медики из Украины обменялись самым каштовным опытом, как сберегать здоровье и заховать жизнь людям, которые покутают от сердечно-сосудистых захворываний. На базе шпиталя поспехово працует отделение, куды трапляют пациенты, яким до диагнозу инфаркт альбо инсульт заставався усягу крок. После хирургичного вмешанства, рызыка прогрессирования хвороб значно снижается. На базе ГОСТа открыта школа инсульта. Ежемесячно собирается контингент людей, которым рассказывается о профилактике инсульта, о проблемах инсульта, как избежать этой проблемы, о лекарствах, которых необходимо принимать людям, чтобы себя ограничить от этой проблемы. Не глядяши на то, что колькость людей, которые перенесли инсульт альбо инфаркт, отрымалася крыху скоротить, проблем ешэ достатково. Наприклад, коли урачи лечат симптомы, они шукают першу причину погаршения здоровья пациента. А лецудодейной пилюле неяснуе. Коли сподеваться только на силу леков, можно стратить самое головное час. Навучить районных урачов правильно диагностировать и вести хворых с кардиологичными проблемами – задача номер один. У нас уменьшилось число инсультов в трудоспособном возрасте. И я считаю, что здесь вклад и нашей кафедры, и университета в том числе, потому что мы объездили все районы Гомельской области и, в принципе, проговорили, проработали с врачами концепцию, как правильно лечить, как правильно вести пациентов, чтобы инсульт не произошел, не случился. Часто здравится так, что неожидание стоять у Чарзе у поликлиницы и дрянное самоотчувание, промышать у людей, ставить в себе диагноз и навод подбирать лечения самостойно, разинтернет. Ира информационных технологий захопила не только молодь, а и больше сталое поколение. И зараз кожный сам себе урач. Более часто обращаться к врачам. Ведь основная причина у нас – это плохая обращаемость пациентов к врачу. Обычно все сидят дома, что-то пытаются лечить самостоятельно, смотрят какие-то изменения в интернете. Хотелось бы предупредить, что там ничего не найдешь. Головное, нагадывают урачи, это простая профилактика. И займаться ее треба, когда человек еще абсолютно здоровый. Марина Северьянова, Валерия Панько, телерадио «Компания Гомель». Выездный профсоюзный прием грамадян проходил у Ветковском районе. Жихары смогли звернуться со своими пытаниями до специалистов. Якие темы огучивались, доведался Дмитрий Котов. Подобные выездные приемы представники профсоюза проводят каждый месяц. Як означают специалисты, пытания за все ды практически однольковые. Незалежно от района и сферы, якую представляет работник. Выключению не было и на этот раз. Наприклад, один из воротов уключил пытание, что робить, коли наймальник не своечасово выплачивая заработную плату. Была оказана помощь в том, что было рекомендовано обратиться в профсоюз, объединенную организацию районную, где будет оказана ему помощь в написании письма нанимателю о причинах задерживать выплаты заработной платы. Ветковский спецлезгаз, на базе якого проходил прием, одно из основных предприемств района. Зараз тут працует больше за 200 человек. Предприемство активно развивается, освоивая сущные технологии, укороняя в утворчий процесс новую технику. Зусим недавно набыли одну из опушных моделей у Харвестера. Это позволило повеличить объем вытворчости и при этом минимизовать риску вытворчего травматизма. Однако механизация працы привела до необходности и оптимизации колькости работников. 9 человек оказались под погрозой звольнения. Мы пошли по другому пути. Не сокращать, а наоборот увеличить объемы производства. То есть нарастить объемы переработки древесины и реализации. И они пошли сегодня у нас с бензопилами, продолжили работу. Мы им обеспечили объемы. Кировничество Ветковского спецлезгаза смогло не только не допустить скорочение колькости работников, но и створить еще несколько працонных мест. За прошлый год на предприятие работало 15 человек, что стало мягким, благодаря увеличению объема вытворчости и по ширине рынка сбыта продукции. Дмитрий Котов, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Школьная радио из невеликого агрогородка Гомельской области отримала признание на республиканском узровне. Радиоохваля Залезского яслеса до середней школы стала переможцей республиканского фестивалю конкурсу дитячих СМИ «Свежий ветер». Шаго починалася история маленького СМИ, яким был шлях до перемоги, ведая Ганна Ковалева. Здравствуйте! И это снова мы, Алексей и Дарья. И, как всегда в эфире, радио «Школьная перемена». Позовные радиостанции «Школьная перепына» кручать кожную сираду. Новины, охлят поспеховости в учням и навык веншавание имянейников. Усёк это контент «Школьная радио». С этой студией, размещенной у Настауницкой, за шесть годов провели больше 200 эфиров. Зменились уже три поколения ведущих. Зараз голосы радиохваля – это девятиклассники Даша Верталь и Лёша Ралку. У Дэйтияны працуют «Амаль» год. За гэтый час отшули напружение промых эфиров и густ популярности. Ну, сначала это очень было страшно, потому что, как только подумаешь, что тебе будет слушать вся школа, ну, становится не по себе. Когда уже провел радио, и выходишь на коридоры, бегут, и говорят «Это ты была, это ты читала». Для Вершчани простосовали 10 динамиков, микрофон и узмацняльник. Аудитория слухача «Амаль» 200 человек. Эфир дожится один перепынок, 15 хвилин. Материал для четырех рубрик рахтуют в субботу. Экстренные новины часом уносят залеченные хвилины до эфиру. Одна из самых рейтинговых рубрик – наша поспяховость, у которой огучивают самых злостных двоечников тыдня. У вынеку, пока шики в учебы резко пошли вверх. И вы знаете, мы даже не ожидали такого резонанса. То есть эти же дети бегают, «Ой, меня сегодня назовут, а может, я еще успею исправить, а может, не заносите меня в список». То есть они просятся. И даже старшеклассники как-то общались, думали, ну как-то старше, но все равно. Нет, вы знаете, не очень приятно, когда те же малыши ходят и говорят, «А, тебя сегодня называли, и ты двойку получил». То есть вот как-то да, есть такое у нас. Педагоги бачить у радио пляцовку для правориентации и самокерованья в учнях, подсверджают это уже выпускники. Один из былых радиоведущих зараз вучится журналистской профессии. Задумываются об этом и те перешние радио-диджеи. Журналист мне нравится профессия. Я даже когда проходил тест на правориентирование, там мне выпала профессия журналиста. Задумываюсь о том, чтобы на журналисты идти. Недавно Леша и Даша стали одним из переможцев Республиканского фестиваля конкурса «Дитячих СМИ «Свежий ветер», уделу, яким приняли амаль 600 юных журналистов. Радио-дуэт «Залесь» стал лепшим у номинации «Разностайность жанров». Очень приятно были, скажем так, удивлены, что мы все-таки были в числе победителей. Я думаю и вижу, что каждый эфир с каждым разом, хоть уже и шестой год он радио у нас функционирует, но с каждым эфиром у нас все более качественно, более интересно проходят эти передачи. По выникам минулого года залезки и ясли сад и родные школы признаны лепшими в Чачерском районе у Тымлику и Дягучи Радою. У планах повеличить эфирный час. Журналистский опыт залезца презентовали керавникам и инших школ района. Некоторые из них так само задумываются об створении своего Радою. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадо-компания «Гомель». С 27-го листопада по «Першая Снежня» у «Гомеля» пройдет другий форум классичной музыки. Все лета ее носит назву «Обедновывающая культура» и закликанный познавемец слухачев с музычной спадшиной инших краин и народов. За этой метой рыхтуются четыре розножанровые концертные программы. У первый день форума 27-го листопада у колледжа Мастатства и Мясоколовского прохудшатся лепшие творы русской классики у выкананья гомельского симфоничного оркестра. Наступные три концерты будут ладиться у городским центры культуры. 28 листопада тут отбудется вечер яурейской музыки «Танец солнца и огню». А 29-го в выкананья артыстов гомельских городских оркестров и запрошенных гостей прохудшатся популярные классичные творы от европейских маэстро. У заключенный день форума «Першая Снежня» у ГЦК пройдет концерт запальных и неполторных латиноамерканских ритмов. У гэтый вечер за дирижерским пультом будет працовать первый секретар посольства Боливарианской республики Венесуэла у Республицы Беларусь Херарда Эстрада. Нашей задачей было объединить разных композиторов, разные культуры музыкальные, поэтому у нас будет и русская музыка, русские композиторы, и еврейская музыка. Дальше будет следовать интересный очень концерт европейская классика в стиле джаз с группой «Джазиология» и последний концерт «Зажигательные ритмы Латинской Америки» и американская музыка. Всех ждем на наших концертах, будет очень интересно, и такая музыка не оставляет никого равнодушными. Гэтая таксамы иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте www.tv.org.by На гэтном выпуск завершенный, у студы працывал Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова